Встали на крыло. Волонтеры Центра реабилитации рукокрылых выпустили на волю летучих мышей. Животных почти год лечили, выхаживали и выкармливали. Екатерина Стывко наблюдала за полетом. Графиня Дракула – дама с характером. Чуть что не по ее воле пищит и шипит. Сегодня у летучей мыши вечер особый. Она, наконец, может улететь к сородичам. А окольцевали мы их в апреле. То есть она поступила к нам уже в конце зимы. И будем надеяться, что когда-нибудь возврат кольца случится. И мы узнаем, где она окажется. К путешествию мышка готова. Несколько дней назад она вышла из зимней спячки. Вес – 14 граммов. Идеальный для полета. В лесу графиня поначалу ведет себя скромно. Осматривается и стучит зубами. Да, можно ее сверху прям. Во-во-во. Ох ты, вот она, вот она. Вон она, вон она. Сегодня к выпуску приготовили трех летучих мышек. Особей нашли неравнодушные жители мегаполиса. И передали в центр реабилитации на базе зоопарка. Рукокрылые получили травмы и сами бы зиму не пережили. Выхаживать животных помогали юнаты. Ты берешь летучую мышь, а другую рукой берешь пинцет и с пинцета кормишь. Летучие мыши вообще не страшные. Они миленькие. Они едят зоофобусов, всяких червячков, причмокивая. Зимовали рукокрылые в холодильнике, в контейнерах. Для хорошего сна им нужны низкая температура и темнота. Несколько раз за спячку летучих мышей доставали из их убежища. Взвешивали и осматривали. В моей руке двухцветный кожан. Самочка полностью готовая к полету. Летучих мышей отпускают с раскрытой ладони. Сначала она простукивает пространство и улетает. Обязательное условие выпуска – мышь должна улететь по своей воле. Если просто оставить животное на улице, оно может быть не готово к полету и погибнуть. Ведь на земле хищников немало. А, это все. Мышь по кличке Матильда, к сожалению, так и не встала на крыло. Это уже вторая попытка выпустить ее на волю. Но волонтеры сдаваться не собираются. Хочется, чтобы животные все-таки жили на воле. И тем более они из природы. Их нужно вернуть туда-обратно. Потому что, во-первых, это не домашний питомец. Совсем не домашний. Во-вторых, каждому свое. Сейчас идеальное время для выпуска. Говорят волонтеры. Кормовая база богатая. Комаров и мошек много. Матильду будут приучать к естественной среде. Постепенно. Но если до осени мышь не улетит, ее, скорее всего, оставят жить с человеком. Екатерина Стывко, Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова